Приветствую дорогие, но это обзор на 182 выпуск оригинального комикса Ходячие мертвецы Роберта Киркмана. Сразу говорю, что выпуск мне показался не самый плохим по сравнению с остальными выходившими в этом году. В нем что-то более-менее интересное, мне кажется, произошло. Хотя, все, конечно же, не самое лучезарное. Итак, выпуск начинается уже на этот раз со святилища. Да-да, Роберт Киркман наконец-то за целый год вспомнил, что у него есть еще такое сообщество. Я напомню, что в последний раз святилище нам показывали, насколько я помню, в прошлом июле, год назад. Когда спасители пришли бычить на Александрию к Рику Грамсу. Да просто за то, что они хотели как бы своей независимости. И самая первая там начала бычить, я напомню, Шерри, которую впоследствии Рик нечаянно убил. Итак, выпуск начинается с нынешнего, того самого одноглазого, чернокожего Джона. Сейчас он занимается в родах главу святилища. Нам показывают, наверное, впервые со времен Нигана, что святилище наконец-то таки не страшное такое, не с мертвецами, не с цепями. А здесь есть какие-то сады, люди выращивают, что-то работают. И этот самый Джон подходит к одному из парней, молодому, по-моему, это мальчишка. Его зовут Кристофер. Кристофер просит Джоне, пожалуйста, я хочу научиться стрелять. На это Джон ему как-то так поэтически рассказывает, что чувак, извини, мы помним, как было до этого. Нам очень важно сохранять ту самую стабильность и быть в союзе общин. Поэтому лучше занимайся тем, чем ты занимаешься, то бишь, занимайся лучше своим огородничеством. Пацанчику это не сильно нравится, но он смиряется и вспоминает, когда Ниган был у власти, какие здесь были не очень приятные времена. Поэтому он соглашается с тем, что сказал ему Джонни. Кстати говоря, Джон также напоминает, что у них действует система взаимообмена между Александрией, Ошенсайдом, Хиллтопом. Поэтому ему крайне важно занимать то место, которое они сейчас занимают. Ну а в это время, как вы думаете, что может произойти? Конечно же, Киркман мог вспомнить о святилище только в контексте того, что сейчас к нему приедут Рик и его новая гостья Памела Милтон. Да-да, та самая губернаторша из Содружества. Исходя из дальнейшего повествования, мы узнаем, что Памела Милтон решит объездить буквально-таки все ныне существующие сообщества. Когда Памела подъезжает к святилищу, она, смотря на колючую проволоку и железный забор, говорит, ну как бы тут не очень-то приветливые, кажется, люди. На это Рик вспоминает, что да, здесь все-таки были не самые приятные у него события, но все равно сейчас он хочет верить, все изменилось, а потому лучше бы ей познакомиться с современным святилищем. Уже зайдя в кабинет, да-да, тот самый кабинет, который мы должны помнить со времен Нигана, где он разговаривал с Карлом, Памела сейчас рассказывает, что Содружество пытается создать что-то вроде прошлого мира, хочет наладить пути и постепенно-постепенно возвращать цивилизацию в Америке. Работая все вместе, торгуя, расширяясь территориями и взаимопомогая друг другу, мы можем вернуть что-то в более лучшее состояние, сказала Милтон Рику и Джону. На это Джон очень-очень благодушно сказал, что ему очень нравится эта идея и, пожалуйста, пусть они располагаются здесь до завтрашнего дня. Уже на следующий день Памела пытается расспросить у Рика, а что за чувачок такой Ниган, о котором тут раньше вспоминали. Но Рик говорит, что, блин, это очень длинная история и ему не очень хочется пока что вдаваться в эти самые не очень приятные воспоминания. Но Памела отмечает, что у них вся ночь впереди, а поэтому вполне себе возможно и все рассказать. Рик говорит, ну что ж, так и быть, поехали. Уже по дороге назад мы видим сцену между Риком и Дуайтом. Дуайт говорит, что ему не очень приятно находиться в этом самом месте, имея те самые воспоминания про Нигана, про Шерри, про тот кошмар, который здесь для него творился, и поэтому он даже не мог заснуть ночью. Кстати говоря, и здесь же мы видим, по-моему, достаточно важное разрешение конфликта, которое тоже длилось на протяжении последнего года. Я очень много строил теории, что Дуайти хочет что-то сделать против Рика, собрать против него какое-то ополчение, чтобы его сместить. Насколько вы помните, еще год назад он говорил, что чувак, из-за того, что ты помирился с Ниганом, я больше не могу тебя воспринимать как лидера, поэтому лучше отдай мне полномочия эти самые, и тогда мы тебя, возможно, не убьем. Тогда Рик ему очень сильно закрыл рот, если вы не помните. Здесь же Дуайт говорит, что поговорив сейчас со своей нынешней девушкой Лаурой, он все понял. Ему очень важно то, что он сейчас имеет, и крайне не хочется возвращаться к тому кошмару, который был. А поэтому он просто попросил прощения, и он все понял, он понял свои ошибки, и поэтому все будет окей. Честно сказать, я бы мог заподозрить что-то здесь неладное в словах Дуайту, что он мог говорить одно, а думать другое, но почему-то мне не хочется в это верить. Мне кажется, что здесь он был достаточно искренним. Следующим на пути наших путешественников стало королевство. Да-да, друзья, королевство вообще, я уже не помню, когда было последний раз нам показано в комиксе. Мне кажется, это было, наверное, еще последний раз во время войны с шепотами, то бишь где-то года 2-3 назад. И тут Киркман все-таки нам показывает, хоть на одну или две странички. Кстати говоря, нынешний его руководитель Уильям рассказывает Памеле, что название такое это сообщество получило из-за того, что здесь был король с тигром. Памеле очень удивляется, что с тигром, действительно. Памеле очень нравится королевство, она говорит, что здесь очень колоритно, очень красиво. И дальше Киркман не очень много времени уделяет этому сообществу. Я сказал уже буквально две страницы, поэтому следующим на пути становится Хиллтоп. Во время пути уже мы видим диалог Рика и Мерсера. Да-да, Мерсер, это я напомню, тот самый главный охранник у Памела Милтон, который заведует буквально-таки всей охраной в Содружестве. Рик для начала заводит беседу о том, что он говорит, а если бы я сейчас приехал к вам в Содружество, то кем бы я стал? Я ведь был раньше полицейским, то бишь сейчас бы я просто стал охранником каких-нибудь маленьких детишек и вообще пытался всякие разруливать конфликты, насколько он понимает. На этом Мерсер с ним соглашается, говорит, что действительно все-таки будет, скорее всего, если ты туда приедешь. После этого Рик банально спрашивает, что чувак, каким ты был до начала апокалипсиса, он рассказывает, что он был моряком. Но он хотел бы бросить это дело. Сейчас он больше переживает, а кем бы были, например, его братья и сестры сейчас, если бы они были живы. Рик уточняет, а ты говоришь, вроде как ты хотел быть обычным ботаником, выращивать какие-то цветы для своего сообщества. На это отвечает Мерсер, что нет, нет, чувак, это было бы крайне скучно. Он крайне счастлив тем, какой пост он сейчас занимает. И мне кажется, он немножко лукавит, потому что мы помним, что в Содружестве, по мне, так достаточно не самая справедливая система, когда только раз в год один человек может выбиться на более высокий пост, чем он занимает сейчас. И, скорее всего, быть обычным рабочим, обычным работягой не самое приятное занятие было бы для Мерсера, в том числе даже будь он цветником. На это Рик напоминает, что если бы, наверное, он жил здесь, у них здесь не так много народу, как в Содружестве, потому он бы мог заниматься вполне себе тем, чем хочет. Потому что у них здесь нету, как таковых, рангов. Каждый работает, чтобы помочь другому и помочь себе. То есть, такой своего рода даже социализм, коммунизм, который Рик построил в отдельно взятой стране. Кстати, я заметил, что Рик на этой картинке очень сильно смахивает на дорогого нашего вождя, Владимира Ульянова Ленина. Вам не кажется? Может быть, Киркман как-нибудь об этом думал, когда делал образ именно такого Рика, почти лысого, с бородой, и всегда такого серьезного, строгого и умного, что ли. Ну, наконец-то они прибывают в Хилл Топ, и Рик напоминает, что здесь был недавно пожар, а поэтому они, возможно, сейчас перестраиваются. Когда они приезжают, они видят фактически заново отстроенное сообщество, где все уже почти готово, и Рик очень сильно удивляется этому, как так случилось. А Мэгги объясняет, что здесь очень сильно помогли Королевичи, новый руководитель Уильям. Мэгги, кстати говоря, встречает Памелу не очень благожелательно, и мне почему-то сразу вспоминается в этом момент, что все-таки Мэгги была обычной сельской девушкой во времена, когда начался апокалипсис. Ну, какие-то нормы, что ли, взаимообщения, когда в городе она могла бы общаться с более умными людьми, и здесь очень сильно выдают в ней вот эту самую сельское происхождение, потому что она сразу же по Мэгги говорит, а какого хера, кто это такая? Мы видим, что здесь появляется Карлуша, да-да. Кстати говоря, фанатам, я думаю, сейчас очень сильно будет кровью сердце обливаться, когда они увидят здесь нынешние обнимашки Рика и Карла, отца и сына, потому что, насколько мы знаем, Карла уже нет в сериале, да, и скоро и Рика не будет, а потому мы, в принципе, полностью лишимся этой линии, и некоторым фанатам, я думаю, будет очень-очень горестно дальше читать комикс и сравнивать то, что могло бы быть в сериале, но сейчас этого точно в сериале не будет, и я вам очень сильно сочувствую, друзья мои. Я и сам иногда слезу мужскую скупую пускаю. Уже дальше нам показывают то, что происходит внутри главного здания Хиллтопа. Мэгги крайне скептически относятся к тому, что предлагает Памела Милтон по поводу всех налаживания связей. Она говорит, что Памела слишком, ей кажется, подозрительной, и она слишком много улыбается, тогда как у них, в принципе, здесь все налажено, и есть, во-вторых, стабильность, которую бы, скорее всего, Мэгги не хотелось нарушать и, в принципе, жить как есть. Памеле это не нравится, она даже немного смущается, обижается, наконец смешивается Риком, говорит, что Мэгги, ты слишком груба. Она говорит, что действительно, Рик, ты думаешь, я груба? Вдруг вспоминаем, что, оказывается, еще существует Иисус в этом сообществе. Он говорит, а что же вы знаете вообще об этом содружестве? Да, почему вы ему должны верить? И Рик говорит, что там нашлась Элоди, дочка Мишон, и сама Мишон осталась там. И ей там предложили выполнять себе пригодную, хорошую работу. И там она далеко не узник. Наконец, Мэгги подытоживает, говоря, что до завтра они все обдумают, и она вообще верит Рику, если Рик верит этой женщине и верит в содружество. И если Рик с ними, то и Хиллтоп тоже с ними. Также мы видим очень интересную сцену. Памела приглашает Рика сесть к ней в экипаж. И тот очень-очень так обрадовался, типа, давайте, я никогда в жизни не ездил в экипажах. И мне очень нравится здесь одна сцена, где Памела замечает, что она теперь понимает, что они очень через многое прошли, и у них были большие конфликты, тогда как Памела никогда конфликтов как таковых не знала, а за нее воевали только ее воины. И она так по-доброму берет Рика за колено и говорит, что очень надеется, что все осталось позади. И здесь явно, мне кажется, можно заметить определенную искру, которую Памела, мне кажется, направляет уже на Рика. Памела говорит, что она очень впечатлена тем, что она увидела, и без сомнения, то, что она увидела, является материалом для содружества. Она бы очень хотела, как она сказала, присоединить их к своему пути. На это Рик говорит, что или наоборот, присоединить их содружество к его пути. Но Памела тоже не промах и говорит, что с этим могут быть проблемы, не так ли? И Рик говорит, что надеюсь, что нет. На этом комикс заканчивается. Ну что ж, друзья, наконец-то нам расширили, наконец-то нам хоть немножко, но показали то, что очень давно не показывали. Нас наконец вернули, хоть и немного, в те самые сообщества, которых не было буквально-таки по нескольку лет. Сказать честно, это была не сильно важная часть этого комикса, мне как кажется. Да, мы увидели какие-то наметки того, что все живет и процветает, и как бы даже не очень понятно, зачем Рику нужно это содружество. Но, видимо, власть с людьми делает что-то иное, и когда человеку власть, ему хочется больше и больше и расширения всякого. И сейчас, мне кажется, тут очень двоякая ситуация. Не очень понятно, кто больше даже хочет этого самого расширения. Или сама Памела Милтон, или все-таки наша Рик Грайн. И здесь, я так понимаю, будут сталкиваться две противоположности. Да, своего рода капитализм и коммунизм. Киркман выруливает на что-то более серьезное, чем просто борьба с мертвецами. И я даже не знаю, как к этому относиться. Это как может скатиться в очень неинтересное, тухлое повествование про очередную войну двух идеологий. Или наоборот, это может быть очень интригующе. И у него все еще в кармане есть всякие интересные козыри. Возможно, что Рика опять кто-то предаст. Возможно, Памела кого-то перетянет на свою сторону. И тогда будет более и более, я думаю, то, что мы не видели ранее. Ну, а как вы думаете? Я, честно скажу, не в большом восторге от этого выпуска. Он как раз из серии тех, которые просто нас готовят к чему-то, но не дают понятия к чему. К новой ли войне, или все-таки это будет что-то новое. Новое построение мира. Пока что я не очень понимаю. Честно сказать, я бы скорее поставил все-таки на войну. Потому что мне кажется, что Киркман не сильно умеет прописывать то, что происходит между войнами. По крайней мере, со всеми другими встречающимися на пути Рика Грамса были только сражения. Что будет сейчас, мне очень интересно. Обязательно пишите ваше мнение об этом. И вообще, понравился ли вам выпуск. Я уже сказал, что для меня он крайне средний. Скорее, даже мне не очень понравился. Потому что опять ничего не дает. Никакой кульминации он нам точно не дает. Посмотрим, что будет на самом деле. Ну а пока спасибо всем. Удачи и пока-пока.